Продолжение следует... Ну а сейчас я приглашаю в эфир моего друга и коллегу Григория Тамара, офицера армии обороны Израиля в отставке, журналиста, военного историка. Привет, Григорий, добрый вечер. Рад видеть в нашем эфире. Приветствую, рад видеть. Продолжение следует... Ну давай начнем с того, что военная, наземная операция в Ливане все-таки, судя по всему, начинается. То есть, по крайней мере, на момент, когда мы записываем твою передачу, нет официального подтверждения. Но, судя по всему, она идет или начнется вот в ближайшие минуты. А какова цель этой операции? Ну, я могу тебе сказать, не сильно, так сказать, согрешив от истины, что операция началась. Операция идет, то есть наземные действия израильских вооруженных сил на территории Ливана начались. Масштаб, формат, цели, задачи, это мы пока не знаем. Я думаю, рискнув предположить из опыта, что речь идет о том, что принято называть формирование поля боя. Потому что первое, что происходит обычно, это заходят спецподразделения. Кстати, между прочим, в секторе газа в свое время было то же самое. Если ты помнишь, с момента вот, когда появились первые факты о захождении наше спецподразделение территории сектора газа, и, кстати, тогда была освобождена одна из заложниц, если ты помнишь, вот этими как раз спецподразделениями. Да, да. А потом, значит, уже через дня три примерно зашли остальные сети. Была знаменита эта речь командующего Южно-Пояном округом. Кстати, между прочим, тактика ликвидации, она продолжается, она ничуть не убавила обороты. То, что главная, так сказать, фигура ликвидирования говорит о том, что это прекращено. Вот буквально недавно стало известно, что уничтожен начальник контрразведки. Да, то есть атаки продолжаются, то есть вот эта ликвидация шейха Насрава, это не было каким-то разовым, так сказать, разовым действием, то есть атаки продолжаются непрерывно. Более того, я склонен высказать такое мнение сейчас, может быть, не все с ним согласятся, что на каком-то этапе был запущен некий сценарий, который подразумевал последовательную цепь действий, в котором интегральным звеном было уничтожение Насрава. Вот мое предположение... То есть интегральным, но не конечным звеном. Да, 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 но не конечным. И в этой ситуации была совершенно поразительная координация между тремя структурами. Это разведка, это вооруженные силы и это правительство, потому что, по сути, правительство и премьер-министр осуществляли информационное прикрытие этой операции. Это важно отметить. Теперь, я хотел бы вспомнить сейчас слова одного израильского генерала в отставке Гиршина Коэна, который, ну, как-то иногда бывает с израильскими генералами, еще, помимо всего прочего, и доктор философских наук. И это очень умный человек, он периодически читает лекции, и в начале войны, вскоре после событий 7 октября, у него спросили, как он оценивает положение Израиля. Если ты помнишь, в этом месяце в 10 назад наше положение было очень непростое. И он сказал, с момента образования Израиля наше положение невероятно сложное стратегическое. И единственный наш вариант, единственный наш способ бороться с этим, это совершать блестящие тактические успехи в большом количестве и конвертировать это в стратегические достижения. И если мы, допустим, вспомним, что произошло в Шестидневную войну, это вот как раз пример подобного, да? То, что, по сути, происходит сейчас, это вот и по его концепции мы действительно вырываем у судьбы победу вопреки. Потому что у наших врагов намного больше ресурсов, у наших врагов они не связаны абсолютно морально-этическими, нравственными какими-то барьерами. Это жестокие, кровожадные, беспринципные существа, задача которых – это уничтожение евреев, уничтожение Израиля. И вопреки вот этому всему, несмотря на их бесконечные политические ресурсы, нам удается раз за разом выигрывать противостояние. И то, что сейчас произошло, это не просто ликвидация какого-то там международного присутствия. Это там в Москве траур объявили. На самом деле это международный присутник. Американцы вынуждены были поблагодарить Израиль за это. Во многих городах мира люди, не имеющие никакого отношения к еврейству, празднуют и раздают сладости. Причем в арабских городах тоже. Вот что интересно. Естественно. В Сирии, в Саудовской Аравии, в Эмиратах. Естественно. В самом Ливане, кстати, тоже. Я не буду, так сказать, раскрывать сверхмеры карты, но мне написал один ливанский друз на русском языке со словами «благодарность». Но друзы-то их не поведят со страшной силой. Так что это не просто вот там мы ликвидируем. Это цепь действий, которая в конечном итоге складывается в стратегическое достижение. И вот это вот маятик качнулся в другую сторону. И вот давай вспомним. Давайте посмотрим, что сейчас. Давай вспомним. Давай вспомним. Вот два месяца назад, казалось, мы в кольце врагов. В Ливане ад. С территории Сирии нас атакуют. Иорданский режим на волоске от падения. И вот десятки тысяч боевиков с территории Ирака вторгнутся в Хашемитское королевство и дальше на наши пределы. Хуситы нас терроризируют и так далее. И сейчас фактически ситуация меняется. Принципиально. У нас появилась серьезная перспектива силой оружия, силой меча изменить стратегическую ситуацию в Ливане. Иран поджал хвост в прямом смысле этого слова и не понимает, что им делать. И отдаются они себе отчет, что завтра это может произойти с любыми из иранских руководителей. Просто с любыми из иранских руководителей. Единственное, кто до сих пор просто по тупости, по отсутствию мозгов продолжает, так сказать, вот эту вот шарманку крутить. Это хуситы. Ну просто потому, что очень низкий уровень развития. Перс это люди культурные. Ну и про иранские милиции в Ираке тоже еще продолжают постреливать. Правда, их американцы сегодня ночью долбанули. Это все понятно. Но они делают исключительно то, что им говорят. И вот Иран сейчас должен... У них, по сути, есть два выхода. Либо спустить с цепи последнее, что у них осталось, вот эти вот иракские милиции шиитские, которые бросят через территорию Сирии и Ливана на Израиль, понимая, что Израиль сделает из них паштет. Но это будет мясорубка, которая, конечно же, привлечет внимание всего мира очень плотно. И будет очень большая гибель среди мирного населения, потому что там они будут его использовать как живой щит. Но это, так сказать, их последняя карта. Либо пойти на какую-то форму переговоров. И надо сказать, что в вопросе переговоров нету более виртуозного специалиста. Ну, может быть, Эрдоган может с ними поспорить, еще кто по пальмопервенству. Потому что не просто так есть понятие персидский базар. Не говорят английский базар, или польский базар, или еврейский базар. Говорят персидский базар, потому что нету больших и искуснейших торговцев, чем персидский. Теперь. Важно понимать, что при всех достижениях... Смотрите, очень много не удалось им. Международная изоляция провалилась. Провалилась. Американцы при всех сложностях, все равно, когда нужно выбирать, грубо говоря, похоронить Израиль, или они вынуждены. Даже при той ситуации, вот сейчас Натаньяу виртуозно сманипулировал. Фактически обвел вокруг пальца американскую администрацию. И как иллюзионист просто. И они вынуждены были это проглотить. И я видел, как Блинкен своими глазами, как он выступал, у него руки трясутся. А потом, через несколько часов, Байден вынужден был сказать, что... Меркнущее осознание Байдена вынуждено было отметить, что... Поэтому... Как они ни старались, немцы от нас не отвернулись. Малые европейские страны, такие как Чехия, Австрия, Польша, они от нас не отвернулись. Там, допустим, такие государства, как Аргентина, тоже надо отметить их позицию в данном случае. Международная резервация провалилась. Военную победу не смогли достичь. И, кстати, сейчас... Докончу эту тезу, расскажу немножко по поводу военной победы. И единственный актив, который у них есть... Вот у них есть одно достижение сейчас, стратегическое. Им удалось снять с повестки дня политическое урегулирование саудовское. А что говорят саудовцы? А что говорят саудовцы? Да вот принц Бен Салман вот выступил давеча и сказал, что вообще палестинский вопрос его сейчас меньше всего интересует. Да, но это было неофициальное заявление. И он все-таки принц, а не, так сказать, а не правитель. Так вот, по сути, они сказали следующее. Нам достаточно начала переговорного процесса с полиции. Начала, да? А на Ближнем Востоке... Да, перебой со звуком. На Ближнем Востоке переговорный процесс, он может быть бесконечным. Он может быть бесконечным совершенно. И, значит, соответственно... Ну, опять же, вот Натаньяо, он тут немножко в политических тисках. Понятно, что с Генгюрами смотрят, чем даже никого начала там. Это невозможно, просто не выйдет из правительства, правительство упадет. Но вполне возможно, что Натаньяо пойдет на это как раз перед выбором. Перед выбором, если он на это пойдет, то будет очень сильный политический ход. Вот таким образом берет центр израильской политической карты. Как у нас показывает практика, у нас есть такие люди странные, которые за иллюзию, за мираж мирного процесса могут очень много что простить человеку. Так что я не исключаю, что этим закончится каденция данного правительства, что ближе к выборам он об этом объявит, когда уже будет неважно, смотришь там, или Бенгвир, или что-то. Так вот, это единственное политическое достижение. Теперь, если предположить, но еще очень важный момент. Со слабым союзниками потенциальным никто не хочет мирный договор. А вот с сильным союзником, на которого можно опереться, который, если что, может защитить, вот с сильным союзником. В начале декабря, условно говоря, с нами никто не хочет мирный договор. А вот сейчас, после этих событий, мы восстановили свою репутацию. У нас сейчас репутация не хуже, чем после шестидневной войны. Ну, кстати, по поводу репутации, Григория, вот наверняка все обратили внимание, что Израиль впервые за долгое время, вот когда наносил удары, в частности, вот удары по бункеру Насраллы, то есть были шесть гражданских зданий, сложились просто как карточный домик. Это не остановило армию. То есть получается, что в какой-то степени преодолена красная черта, которую раньше старались не преодолевать, не переступать. Это не были в прямом смысле слова гражданские здания. Давайте тут важный момент сейчас затрону. Дело в том, что квартал Дахия, он не является гражданским объектом. Туда невозможно зайти постороннему человеку извне. Там по периметру находятся патрули Кизбалы. Человек, который посторонний, моментально он будет остановлен. Если как-то он сможет пройти, тут же к нему подойдут, спросят, кто ты. И если человек не имеет основания там находиться, он просто убьет. Могут убить на месте, если у них возникнет подозрение, что он шпион или там кто-то еще. Поэтому это террористическое логово. Там не было практически гражданских лиц. Это были в основном здания, где было очень много офисных помещений, хозяйственно-сплотских помещений из Балы. То есть это очень условно можно назвать гражданским объектом, поэтому весь мир и промолчал, понимая, что не надо педалировать эту тему сверхмехов. Теперь я хочу на военном аспекте остановиться. Вот очень уважаемый мной человек генерал Брин. Он, как ты помнишь, как Кассандра кричал по поводу Хамаса и по поводу Хизбаллы, и что будет этот апокалипсис, и все еще. Его прогнозы не подтвердились. Хамас разгромлен в целом, хотя дело пошло, может, не так прыг, как хотелось бы, и была непонятная мне пауза как месячная зимой и ранней весной, да, но в целом Хамас разгромлен. Как военная сила разгромлен. Политически там есть проблемы. Теперь Хизбалла оказалась, по сути, дутый лес. И не потому, что они такие слабые были, а потому, что их все вот эти вот козыри мы смогли нейтрализовать правильными превентивными действиями, или почти все. И один из израильских генералов в отставке сказал очень умную вещь, что наша большая стратегическая ошибка была, что мы недооценивали Хамас и переоценивали Хизбаллы. То есть формальная численность штыков, формальная численность ресурсов, формальное количество ракет, техническое оснащение нас ввело в заблуждение. И сейчас мы будем выносить уроки из этой всей истории. Сильная сторона израильской армии заключается в том, что она на своих ошибках учится. Это показывает история наших вооруженных сил. Да, 7 октября была страшная ошибка, но последний раз мы такую ошибку совершали все. Ну, раз в 50 лет, видимо, мы что-то такое... Да, ошибка дорогая, конечно. Григорий? Но, 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 но. Вот смотри. Все наши враги, по сути, кровь Мессинвара, все они превращены в клемм. Мы можем праздновать победу, и все, и все прекрасно, замечательно. Но есть одно «но», и это «но» может перевесить все наши другие. Пока не решен вопрос с заложниками, мы не можем чувствовать себя победителем. И в этом отношении вот сейчас я считаю, что даже я не правильно говорю, я не считаю, я знаю, что сейчас вырабатываются инструменты различные, разнообразные решения этого. Вот я сказал то, что я сказал, больше я говорить на эту тему. Воздержусь. Григорий, как развиваться будут, то есть буквально в двух словах, как ты видишь развитие событий? Да, вижу, что ты смотришь на часы, у нас заканчивается время, и тем не менее, будет наземная операция продвигаться до Бейрута. Ты несколько раз в наших программах говорил, что в принципе придется брать Бейрут. Ири, сейчас твоя точка зрения изменилась, и мы ограничимся, на твой взгляд, только зачисткой до реки Литани. Во-первых, сама по себе зачистка до реки Литани не решает ничего, за исключением того, что это красивый символ. Есть определенные отрезки границы, которые от этой реки на расстоянии там 3 километра, 5 километров. Ну и что, корнеты бьют на 10 километров среднем совершенствованные. Что нам это даст? На машине можно от реки Литани доехать за 15 минут до наших рубежей. Они захотят прорвать наши границы и начать резать в кибуцах мирных жителей. Это не остановит их река Литани никакая. Я считаю, что сейчас есть уникальная возможность и у окно возможностей до выборов президентских провести операцию, которая приведет к политическому результату. Давайте не будем забывать, что в свое время правительство Бегина, и это очень любят сейчас критиковать, как вот это было все нелепо и неуклюже, однако они в итоге привели к власти президента, который подписал с нами мирный договор. Потом сирийские спецслужбы его взорвали, так значит, надо такого президента лучше охранять. И надо же свернуть шею, раз и навсегда, исламскому, шиитскому фашизму в Ливане. И привести эту страну вновь в ту позицию, в которой она была в 60-е годы, потому что она была демократическое государство, с которым у Израиля не было никаких проблем. Пока Тамара Фак не появился, все было хорошо. Да. Спасибо. Спасибо большое. Григорий Тамар, военный историк, офицер армии обороны Израиля в отставке, журналист. Подписывайтесь на канал Григория Тамара в Ютубе, там интересная информация. Ну, а мы прекращаем, на этом этапе завершаем нашу программу. Продолжение следует. Всего доброго. Продолжение следует.